Ребят, всем здрасте! Меня зовут Маша. Кто еще со мной не знаком или первый раз напали на мой канал. Я живу в Турции, в городе Адана. И добро пожаловать в мой влог. Сегодня у нас вторник. День овощей и фруктов. Базарный день. Я собираюсь на улицу. Сейчас где-то 4 часа. Как раз-таки солнышко немножечко заходит. Солнышко у нас уже активно начало полить. Уже постепенно, постепенно начинается жара. Я перешла на режим футболок. И да, кстати, по поводу футболок. Хочу сейчас выйти с вами прогуляться. Посмотреть, какие-нибудь себе футболки прикольные. У меня здесь просто в округе есть такие маленькие магазинчики, бутики. Вот я туда хочу зайти. Вайкики тоже есть. Катон есть. Но я не очень люблю Вайкики, честно говоря. Вот это, кстати, футболка из Вайкики. Качество у нее нормальное. Но мне, честно говоря, не очень нравятся вот такие вот принты. Ну, как бы пройтись до магазина нормально. Но так, чтобы куда-то выходить, я, наверное, бы, ну, не знаю, что ли, как-то это по-детски, наверное. Мне, может быть, так кажется. Напишите мне, если я не права, что эти футболки уже не в моде. Хотя что такое моде, да, казалось бы. В общем, парфюм дня. Зеленая травушка-муравушка Версачи. Версачи, Версачи. Название-то такое. Версачи, но у меня та, что именно зеленая травушка-муравушка. Есть такие желтенькие. Как раз-таки ему сейчас самое время. Трава с мускусом. Хотя там какие-то другие ноты я читала, но для меня это травка с муксусом. С муксусом. С уксусом. С мускусом. С мускусом. С мускусом. С мускусом. Наверное, мне плохо ползуточку убирать. Свет красивый, кстати. Короче, ребят, дошла я в Вайро, хотела себе купить футболку без рукавов, которую уже давным-давно показали все фэшн-блогеры. Но я немножечко отстала от жизни. Хотелось мне ультрамодную футболку. Вообще, все турецкие бутики, они моментально связывают всякие тренды и повторяют их. Но в этом году все-то пошло не так. И я смотрю, что вообще, по-моему, выложили часть прошлогодней летней коллекции. Я немножечко разочарована. И в связи с этим я не купила ничего. Мне не нравится сегодняшняя моя укладка. Я похожа на ведьму. Я просто высушила волосы феном и не накручивала их. Да, у нас, кстати, зачем так кричать? У нас меряют температуру на рынке. Меряют температуру на рынке, кстати. Я мимо проходила, заметила. Это из нововведений. Так что я сейчас тоже пойду за помидорами. Что мне еще остается? Не можем мы сегодня с вами поговорить о высоком. Будем говорить о рынках с помидорами. Не читать. И не читать с помидорами. Другие ломки. У меня не понимают сомидорами. В одну. Прикли за下次 потрясающе. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, привет! Как ваши дела? Я провела очередную тренировочку. У нас 41 градус будет завтра. И последующие 5 дней. Сегодня около 30. Но пока что прохладные ночи. Мы еще не включали кондиционер ни разу. У нас, кстати, отменили комендантский час. Сначала не отменили. Сначала была информация, что он будет. Но его отменили. Но я думаю, его отменили, потому что знали, что при температуре 41 вряд ли кто-то попрется гулять на улицу. Рационально и умно, скажем так. По поводу магазинов та же история. Вроде бы что-то открылось, но что касается шмоток, я в Вакике не была. Может быть, там что-то интересненькое есть на лето. Но вот я прошлась по турецким микробутикам. И что-то у них там как-то вот печальненькое. Или мне так показалось, или это мне в голову вчера напекло. Не знаю. В общем, жарко, жарко, жарко. И уже сейчас на меня печет и жарко. И вы это жарко будете от меня слышать на протяжении ближайших трех месяцев. Я шучу, конечно. Я постараюсь не делать вам мозг своими жалобами на жару. Но жарко, жарко, понимаете. Вот я накрасилась сейчас, да. И мне, кстати, надо выйти за клубничкой. Вчера все купила, но не купила клубничку. Я надеюсь, что там еще что-то осталось. Сегодня у нас, кстати, рынок. Ребят, по поводу тренировок хотела вам сказать. Значит, я показываю свои тренировки не для того, чтобы показать, какая я замечательная. Вот, смотрите, я тренируюсь. Ну, возможно, и для этого тоже, да, показать, чем я живу. Но больше мне хочется смотивировать кого-то на занятия спортом. Хотя бы минимальную растяжку. Возможно, кому-то моя растяжка кажется смешной. Возможно, она далеко не балетная. Я прекрасно отдаю себе в этом отчет. Но вы не позволяете никому над вами смеяться. Никому. Обязательно занимайтесь. Никогда не поздно. Поверьте мне. И ваше тело вас отблагодарит. У меня в детстве не было балета, не было художественной гимнастики. Я занималась рисованием, английским языком. В возрасте 22 лет я пошла на танец живота. Я занималась достаточно долго и упорно. И достигала, в принципе, успехов, насколько могла достигнуть для того возраста успехов. Танцевала я неплохо. Но балетом, хореографией мы занимались там изредка. Но, но хочу сказать. Знаете, когда я начинала заниматься йогой, потом был перерыв. Кстати, извините, опять скачу туда-сюда. Когда я бросила танцы живота, потом был перерыв. Я не занималась вообще ничем. Вообще. От слова совсем. И растяжка моя была ужасной. У меня ее, в принципе, особо-то и не было. И был такой период, когда я не могла даже кончиками пальцев дотронуться до пола. Поверьте мне, после недели занятий у вас уже будет прогресс. Прогресс. Хотя бы приседайте. Не знаю, не тянитесь, но хотя бы приседайте. Мне очень нравится растяжка. Она мне прям идет на пользу от боли в шее. Потому что мы все постоянно вот так вот в девайсах сидим в неправильной позе. В позе скрючены креветки. Да, вот такая мотивация от меня для вас. Я думаю, что будет еще лучше. Возможно, на шпагат я не сяду. Есть там какая-то теория, что кости тазовые не у всех раскрываются. Может, себя не стоит мучить. Но, по крайней мере, здоровое тело я себе обеспечу. Короче, ребят, приспичило мне тут перед закрытием ТЦ, который, как выяснилось, так и не открылся. Мы в Реале. Как я по нему соскучилась, вы бы знали. В общем, мне нужно было в Икею купить одну коробочку, чтобы убрать шмотки под кровать. Такие там удобные коробки продаются. И, как вы видите, здесь просто удручающее и грустное зрелище. Нет ни одной машины на парковке. Смотрите, все закрыто. Икея закрыта. Все, 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 все. Видите, все, 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 печатлено. Свет горит кое-как где-то. Вот Икея закрыта. Видите, такой обломчик вышел. Ну, покатались на машине зато, что такого. Правильно? Хоть из окна машины посмотреть. На самом деле, такой кайф оказаться на свободе. Просто нереальный кайф. У меня такое ощущение, что я здесь была вообще в прошлой жизни. И все, что здесь происходило, это тоже было в какой-то другой жизни. Ладно, попрощаемся с Реалем. Уехали мы из заброшенного торгового центра. Приехали просто походить, погулять. Смотрите, как красиво все цветет. Очень красиво. У нас теперь даже на улице обязательно сделаем ношение маску. Я надела вот эту бестолковую маску, которая ничего не защищает. Да, он должен. Которая ни от чего не защищает. Ну, честно говоря, и та, что нам выдали бесплатную, она без проволочки, вот этой, которая нос обволакивает. Она тоже ни от чего не защищает. Я не могу дышать в той маске, которая защищает. Она у меня есть. У меня есть нормальная маска, которую я уже постирала 25 раз. Эти маски появились в продаже свободные. Турция отпустила и разрешила продажу масок. До этого продажа масок была запрещена, чтобы бизнесмены не имели возможности продавать их в несколько раз дороже. Погода замечательная. Я бы даже сказала, холодно, прохладно. А днем было жарко. Вот ловим последние прекрасные деньки, потом будем плавиться на солнышке. Народ гуляет. Я, честно говоря, так и не поняла, почему не открылся ПЦ. Либо надо внимательнее было читать объявления, зайти, наверное, на их сайт или на их инстаграм. Но я этого не сделала заранее. По-моему, другой торговый центр точно должен быть открыт. Парк Плаза, по-моему. Парк Плаза о чем не сделала. Парк Плаза, по-моему. Умы медицинские. Не знаю. Мы носим сегодня, по крайней мере. Вот пытаюсь привыкнуть к неспелым сливам. Это алыча, кажется, да? Не знаю, меня в детстве бабушка учила, что нельзя такое есть, иначе животик заболит, пронесет на утро. Но завтра проверим, пронесет или нет. Это нужно есть с солью. У меня, кстати, кончила соль, представляете? Я забыла, что у меня кончила соль, мне купила соль, но я буду есть без соли. Я такой человек, я, видите, разговариваю, всё, и полный рот слюней. Эта кислятина ещё та, но турки делят это на не кислятину, не кислятину. Есть сладкая алыча, то есть она такая же кислая, но она более сладкая, а есть более кислая. В общем, это долгая история. Вот, я пытаюсь себя приучить. К шардану почти приучила, а вот к алыче пока ещё нет. Ребята, готовлю сейчас томатный суп. Для томатного супа нужно свежие томаты натереть на тёрке. Но я тереть не стала. Я всё это сделала благополучным миксером погружным. Но у меня есть чашка, я её сломала благополучно льдом. Да, рукожоп я ещё тот. Давным-давно, кстати, сломала. По-моему, в первый день, как только мы купили этот миксер. Вот, но я вам очень хочу посоветовать вот эту вот крышку. Она крутая крышка с Алиэкспресса. Я её тестирую уже год или два, по-моему. И вот если бы не эта крышка, смотрите, вот это всё было бы на потолке и на столешнице. Очень удобно. Она пластиковая, хорошо моется. Ссылочку я вам оставлю под этим видео.